Давайте начнем с того, что сколько у нас в городе населения? Порядка 11 тысяч лет, да? Сколько у нас пришло вот сейчас? Ну, два-три десятка максимум. Кто-нибудь из этих двух-трех десятков готов ли взять для себя функцию организации вот этой работы в каком-то конкретном секторе? Максимум, наверное, два-три человека из присутствующих вот здесь вот активных, из тех одиннолетних тысяч, которые у нас есть в городе. Поэтому говорить об этом, наверное, тоже сложно. Понятно, что именно поэтому, наверное, город и взялся во время функцию самоличной и максимально по своему интересу использовать те денежные средства, которые были выделены и собраны городом во время самообложения. Поэтому, наверное, больше всего нужна вот именно инициативность граждан и их поддержка. Это во-первых. Во-вторых, что касается штрафов. Хорошо. Те, кто у нас безответственные, безинициативные и хорящие, как вот уже было сказано, они где нагадили, там оставили, мы придем, 10 бумаг напишем, 10 штрафов вынесем, 10 раз направим бумаги судебным приставом, приставы придут, скажут, у них ничего нет, извините, до свидания. На этом дело закончится. Поэтому говорить о штрафных санкциях тут тоже нецелесообразно. Во всяком случае, это будет малоэффективно. Это будет, ну, дай бог, 10% от всего вот объема, который мы будем уметь, мы что-то взыщем, что-то сможем получить. Что касается, вообще, я доведу, наверное, до общего сведения, что у нас в настоящее время закон Кировской области несколько шаткую позицию такую занял, что на данный момент сотрудники полиции по закону области, которая предусматривала, что у нас и наказание за штрафы, и наказание за депоширство, наказание за мусор, наказание за шум и так далее, все что угодно, мы вообще не имеем права сейчас составлять по этим статьям протоколы, соответственно, привлекать людей к ответственности и так далее. Опять же, определенно, дыра, на какое промежуток времени все это будет, тоже сказать невозможно. Поэтому, поэтому, я считаю, что говорить о каких-то штрафных санкциях, каких-то карательных, тут, наверное, нецелесообразно, поскольку, действительно, достичь этого года очень сложно, и каким образом это будет, вот, правильно было сказано по поводу того, что если не может дать вреди от работы, но, опять же, я вот глубоко согласна, я только не знаю, каким образом это организовать, как это сделать, ну, дай бог, в принципе, я думаю, что некоторые люди, которые действительно готовы сделать что-то на благо города, но не имеют финансовой возможности, часть проката, она сможет таким образом поступить, но больше от тех, которые не платят, они, наверное, и платить не будут. Что касается меня, понятно, что я буду голосовать за самообложение, я заплачу из-за себя, из-за ребенка, и поскольку, извините, вот я слышала где-то, сказали, что вот если, почему я там должна, там кто-то мусорить, я должна убирать, вы знаете, дело даже не в том, что вот, я знаю, что я тоже не мусорю, но я не даю гарантию, что мой ребенок не идет, и не бросит там отмороженного бумажки где-то на улице. Также и говорить про, ну, это ведь наши дети, ваши дети, ваши внуки, и каждый, да, наш город, и никто не дает гарантию за каждого родственника, знакомого, друга, там, что угодно. И я думаю, что даже несмотря на те годы, когда у нас этого самообложения не было, вот мне было приятно, например, я живу в пятиэтажках, проезжая на работу, я видела, вот как, особенно вот этим летом, понятно, праздничные мероприятия, но проезжаешь по центру, и приятно видеть его преображение, приятно видеть, как памятники воздвигаются, приятно видеть, как заборы тут красят с утра, пораньше уже на заборе красят, белят, чистят, обрезают, и ведь Арбат этот вот, я думаю, что вот каждый там, во все праздничные мероприятия, все, когда приезжают детские площадки, каждый из вас там побывал, каждый попользовался, поэтому зацикливаться только на мусоре, что да, вот от моего дома должны конкретно там увозить мусор, но это неправильно. Я в пятиэтажках живу, еще раз повторюсь, я там за мусор плачу, и заплачу пускай люди, они идут полностью все на центр на обложение, но чтобы в город действительно было приятно проехать, приятно пройти, и не стыдно было показать, наверное. Вот что касается, давайте, давайте про мои зарплаты не будем говорить, потому что побудьте на моем месте, все праздники выходные, проходные тоже, скажите, нафиг мне такая зарплата не нужна, вот, но это как бы другая сторона медали. Я думаю, что вопросы по дифференцированным платежам тоже будут рассматриваться, будут решаться, там с пенсионеров побольше, поменьше, с кого-то побольше, с кого-то поменьше, но это все организационные моменты, мы сейчас говорим о том, что мы можем сделать, как это правильно сделать, как исправить нам те ошибки, которые были допущены во время первого самообложения, куда лучше потратить и в каких объемах, поэтому, наверное, и собрались, поэтому, наверное, и хотим услышать то, что вы предлагаете. Может, действительно, мы уже на своих местах, на своем уровне, на каком-то засиделись, там, ограничились, вы что-то новое скажете, что-то новое посоветуете, вот, удивлена была, но, тем не менее, действительно, выход по привлечению рабочей силы в качестве, там, замены на обложения, очень хороший выход и вариант. Вы, извините, вы представили, я бы с удовольствием всех бы указников, заместителя начальника отделения полиции Луковой Кузьмина Владимировна, если не знаете еще, вот, я бы с удовольствием всех бы указников, всех бы надзорников, всех под учетный элемент, весь бы отправила работать, наше умное законодательство запрещает нам использовать силу лиц, которые у нас, в принципе, находятся. В общем, можно услышать, что, если у нас устройство не соблюдается, к административному страху вы не можете никого привлечь, да, я так понимаю? Отделение полиции не может. Администрация может, но, вы знаете, я считаю, что в последнее время администрация города, но не привлекает, конечно, не в том объеме, в котором мы привлекали, и отношения, когда привлекаются сотрудники полиции, отношения, когда просто гражданский человек приезжает, это, конечно, разные вещи. Мы иногда, бывает, проезжали, вот, работали, когда по устройству непосредственно, просто предупреждают, люди на следующий день все убирали, все прибирали, было чисто и порядок. Вот. Но сейчас у меня ощущение, что администрация, что города, что района, знаете, наверное, вот как восклик на одеяло, готовы все потянуть в разные стороны, все чего-то хотят, всем дай, 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 дай. Но вот люди мило сами-то вот что-нибудь сделать для того, чтобы было с чего давать. Я думаю, что в этой конструктуре хотя бы кого-то, чтобы кого-то чего-то все привлекли, у вас никогда ничего не будет, понимаете? Вот к этому участку собрались, чтобы повысить самоосознание, проводить и сижу, и разделить на участки город, где будет человек каждый в этом участке ответственный, с кого можно спросить, и этот ответственный вместе с коллективом этого участка, улиц, и идет, и, как сказать, в доме этого несознательного человека. У вас есть кто-то разговор? Я сказал, что надо мне площадку, у меня там, где-то сняли дерево, только высоко. А вот что-то, я уже не один раз слышала, где-то, прохочала про контейнерные площадки, вы потом сами с ними заревете. Потому что я помню, в пятиэтажных в свое время ставили эти контейнерные площадки, там все собаки, все вороны, все птицы это распитывали, растаскивали, в конечном итоге мы вынуждены выделять их отказаться, и так же по... Давайте вам говорить по одному. Иначе мы друг друга слышать не будем.